я сейчас в алмарте вот прохожу с меня до иголочки взять и вспомнила женщина меня спрашивала фирму производства моих ножниц с золотыми ручками вот вот смотрите вот такая фирма вот такая цена вот точно такие же у меня ножницы есть чуть поменьше размером есть побольше вот вам показала наглядно кто меня спрашивал девочки я считаю что хорошие ножницы хорошие в работе удобные ручки ничего не натирает лезвия острые хорошие хорошие мне подходит к работе моей так иголочки вот иголочки не все конечно есть нету для трикотажа я смотрю нету для джинса для кожи нет иголок всем видите полу в пустой этот полу пустой section секция полу пустая вот эти маленькие утюжки тоже здесь есть да это для мелких работ я согласна с вами зачем нам большой утюг правильно так беру вот такие комплект вот обычный вот эти иголочки я использую все очень чего здесь не нужно вот такие лотки наверно у вас тоже ваших странах есть видите вот бывает такое что они берут наклеивают не к селу не городу вот какая-то лотка да и потом это все нужно отдирать и в общем-то ставить совершенно другой материал здесь очень плотная лотка вот и и наклеиваешь она как брезент полом стоит как говорится так 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 возьму еще эти шпульки вот такие я использую шпулечки металлические 2 доллара 70 центов стоит ну так в принципе чем показать здесь не буду я быстро все по-быстрому здесь вот все чтобы делать всякие украшения браслетики ожерелье все же хотите наборы вот таких камней деревянные камушки из дерева бисер в общем все 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 можно здесь тоже в марте приобрести такие наборчики сотрите класс 1322 вот такой наборчик на всякие браслетики 10 долларов да можно тренироваться как говорится на дешевых сначала набивают руку вот пакетики все 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 щипчики резко вот так вот тут скидки скидки на детской одежде смотрите 3 доллара платьички летние вещи все уже по скидочкам уже пошли смотри вижу вязаные изделия свитерочки кофточки уже пошла вязка да так быстро лето прошло обалдеть все конец июля август быстро пройдет и у нас август сентябрь и я так думаю в октябре уже начнется похолодание и резко резко потом уже начнется снег да у нас зима здесь на севере очень длится очень долго это не очень хорошо 5-6 месяцев зима вот резко осень и резко потом весна ну вот так ничего конечно но немножко напрягает конечно то что зима очень долго длится зима а так климат неплохой здесь я иду за акулы дэйла и за его завтраком сосисочки нужно взять котлеточки нужно взять чтобы готовить ему завтрак я уже пришла подъехала к закрытию поэтому людей немного уже в основном рабочие работают же выкладывают товар ночная смена уже пришла раньше полмарк работал круглосуточно а вот они поменяли поменяли так яйца уже 747 и теперь они закрываются в 11 вот я возьму вот дэйла на завтрак эти сосисочки такие котлетки я другие ему беру ну ладно возьму пока эти сосиски вот и бекона я много ему не даю сейчас два разреза пополам вот эту длину и даю ему 2 2 или 3 половиночки вот бекона все яйца есть еще так полу думаю полу возьму шорты как девочки гуляют я уже шорты конечно такие не одеваю не надеваю даже не надеваю до колена что-то мне кажется что уже некрасиво мне вот кола подорожала тоже сколько кола уже на 11 12 долларов а кола была по-моему 10 все вот так все дорожает потихонечку вот такая тяжесть ужас она поздно пришла о нет печенка есть печеночка если ручку взять короче я ему отваривала быстренько печень и слушать в гречневую кашу смешиваю с гречневой кашей делаю ему такие тефтельки или фрикадельки мне подсказала моя подписчица давно-давно говорит ты можешь ему делать рис отваривать смешивают вот с печенью или маска ну так знаете как отварить в кипятке обдать вот и делать ему фрикадельки все и он прекрасно вот таким образом потребляет потому что кашу он не хочет девочки есть именно ему нужно заталкивать вот эти вот тефтели вот такое вот такая вредина так курочка здесь разный вес 8,81 я купила 4 курочки органик за 20 долларов не помню где покупала вот и в общем-то буду готовить буду готовить разморожен вам покажу три лапки три доллара лапка доллар так все больше нету пупцов но я поздно пришла конечно же вот взять еще курицу миру вот такие покупки ничего такого и будет долларов 50 наверное мясо мясо кусочками гуляш гуляш нету гуляша нету гуляша разобрали ой какой стейк смотрите за 10 долларов обалдеть хороший ну это наверное не стейк батом это попа попа-попа ягодицы да и здесь рыбай подорожал я смотрю тоже дорогой стал так ну хорошо не покупаю я рыбай поехали дальше язык язык вот наш язык американских коровушек 31 38 язык 33 27 это что это печеночка 2 40 2 61 печеночка пакетик там пару слайсов но я здесь не покупаю покупаю в другом супермаркете а вот это что вот биф трипез что это такое кишки пузырь может лерои тоже вот можно это давать отваривать надо будет узнать вот переведу посмотрю что это такое вот и все вот смотрите вот эти тубы с фаршем вот 13 84 вот такой туб и помните что я закупала вот точно такой же размер я не помню состав составы еще разные там по добавлению жира вот но сам факт такой размер я покупала по 6 долларов туб и вот тогда набрала и я помню были комментарии что ой зачем вы столько набираете и постоянно ешь скидки есть они постоянные это тоже нужно как говорится поймать момент на ну и в два раза купить и то что я говорила что мы это в основном не едим вот такие фарши а А это для собаки, для Лероя. Я там могу взять, не знаю, может быть, сделать такой супчик. Знаете, маленькие такие массипусы вот такие делают в супчик кидают вкрапления фарша. И тогда я помню, да, принизили, принизили меня. Типа, ой, что вы едите такой некачественный фарш? А я же говорю в ролике, что я в основном беру это для собаки, а мы там можем присоединиться. Когда нечего есть, присоединяемся к Лерои продуктам питания. Ой, цирк, да, люди находят, лишь бы к чему-то прицепиться. Обосрать, обосрать, обгадить. Читаешь, и диву даешься. Такие мы все доброжелательные друг к другу. Так, а здесь мелкий бурячок. Я взяла вот в нашем ближайшем теперь маркете вот в два раза вот такие вот головки буряка. Обалденный буряк. Буряк, я считаю, что самый вкусный здесь, в Аберике. Всегда сладкий, всегда такого плотного цвета, бордового, да. нет нет вкуса сырого буряка. Вот, когда отвариваешь или на салат, или просто отварной бурячок на терочке, вот, то нет вкуса не вареного буряка. Вот, очень хороший, качественный буряк в Америке. Все, наверное, буду я топать, топать, топать. Все. Вот, ничего, это быстро-быстро, думаю, нужно поехать за колой Дэйлу и за печеночкой мне надо было сделать, подготовить Лерою вот эту добавку, пищевую добавку. Ну что, будет, наверное, долларов 50, сейчас посмотрим. Ну, как я вам? Смотрите, почти что тютелька в тютельку 50 долларов 82 2 копейки. Угадала, угадала. Ребят, смотрите, какой урожай нынче. Пошла сорвать огурчик. Смотрите, какие дылды. Это первый раз я взяла такой сорт. Огромные огурцы. Это другой сорт, я взяла 4 сорта. Ну, и одна помидорка, ну, такая, видите, зелененькая, конечно, еще. Помидоры что-то не хотят краснеть. Так, и вот вчера делала курочку. у нас свежая была тушка. Вот, я ее замариновала и сделала в чесночном соево-медовом соусе. Вот, немножко уже попробовала, но она остывшая, потому что я вчера кушать. Моя порцайка, салатик с огорода огурчик, конечно, в помидорчик. Вы знаете, я его разрезала, и он так ничего, ничего, нормально. Вот, сделала такой деревенский салат, и вот курочка собственного приготовления. это чернослив, а это яблочко. Яблоко окрасилось в чернослив, соединилось, в общем-то. Вот так все. сажусь ужинаю после работы, голодна очень. Субтитры сделал DimaTorzok